Проект был задуман уже много лет назад. Я как генеральный продюсер и нашел людей, которые действительно вложились в эту историю. Сложно было работать, потому что поддержка государства была на последнем этапе, а это уже, честно говоря, на последнем этапе, это уже бывает слишком поздно. Но тем не менее, я благодарен на самом деле и Казани, и мэрии Казани, которые помогали действительно в осуществлении этого проекта. Поэтому, конечно, здесь работают люди добрые, которые хотят сделать детское кино популярным. И действительно, отсутствие детского кино, это, конечно, большая проблема у нас в киноиндустрии и на телевидении, потому что детского кино практически не существует. Это обидно, это печально, но тем не менее, мы не сдаемся, мы продолжаем работать. И я думаю, что дорогу осилит идущие. Тут самое главное, наверное, найти те самые темы, которые будут интересны современным детям, потому что их уже приучили настолько к взрослому кино, что уже сами создатели картин запутались, как снимать. Либо так, как когда-то для детей в советские времена, либо теперь уже по-современному. А по-современному это значит большие бюджеты, это значит хоббиты, это властелин колец, это обязательно на таком уровне спайдермены и все, что нам дает западная индустрия, причем на хорошем качественном уровне, потому что все-таки западная индустрия в детском направлении работает довольно-таки серьезно и давно. И здесь, конечно, им равных нет. На нашем поле, чем мы можем побеждать своими собственными ресурсами и силами, огромными бюджетами, безусловно, я думаю, что возможно, был бы интерес государства. Насколько государство заинтересовано, насколько они верят производителю, это уже другой вопрос, потому что государство может быть и готово, но насколько производитель действительно убедит государство, что это действительно будет мощное произведение, которое действительно будет так востребовано. Вот поэтому мы работаем над направлениями, задумки есть. Рассказывать не будут всех секрет.